Цены на вторичную недвижимость в Екатеринбурге продолжают бить свои рекорды, что, если честно, меня уже пугает. Если в середине ноября стоимость квадратного метра впервые в истории города превысила планку 90 тысяч рублей, то сейчас уже в среднем за... Больше 91,5 тысячи рублей. Ну да, цифры серьезные. Если вы тоже точно так же, как и мы, озабочены этим вопросом и вообще вас интересует, как правильно продать недвижимость, внимательно слушайте рекомендации нашего гостя. Генеральный директор агентства недвижимости Александр Дмитриев. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Бывает так, что покупатель или продавец нашли самостоятельно друг друга, не прибегая вот в этой части к помощи агентства. Но, тем не менее, дальше они волнуются и не полностью уверены в документах. Могут ли они обратиться в этот момент в агентство за помощью? Конечно, могут. И очень важно находить агентство, которое специализируется на такого рода действиях, когда совершается юридическое именно сопровождение. И тут важно очень что понимать. Есть несколько аспектов. Бывает, люди нашли друг друга, они друг друга не знают, но хотели сэкономить на услугах риэлтора. И нормально. Если нашли, очень большой смысл есть. Бывает ситуация, когда вы у соседа покупаете, вы знакомы. И тоже бывает, я поясню некоторые моменты, почему и как может помочь агентство. Ну, во-первых, люди неискушенные, они нашли друг друга. Ну, надо же закрепить, продавец рад, надо правильно составить предварительный договор и взять платеж. Авансовый платеж, гарантирующий серьезность намерений. Вот если это правильно оформить, уже никуда, грубо говоря, покупатель не денется. Ну, то есть у него не будет сильной мотивации искать что-то параллельно. Это очень важно. То есть даже правильно составленная предварительная договоренность. Второй момент. Конечно, надо проверить документы. Потому что очень часто вы даже не знаете, как дела у соседа с финансовой точки зрения. Потому что очень важно, сейчас время такое, что очень важно выявлять признаки его текущей неплатежеспособности. Возможно, у него есть кредиты. Возможно, он по ним не платит. Возможно, его признают банкротом через сколько-то месяцев. У него, возможно, есть такие идеи. И тогда сделка может быть опротестована арбитражным управляющим. Все сделки, которые совершались за три года до банкротства, на них может быть наложен арест. Их можно пересмотреть. Представляете, какой момент? Один вариант. Ваш сосед платит по своим обязательствам все четко. Другой момент. Мы выяснили с вами это. Такая особенность. Потом очень важно, чтобы договор был не просто шаблон. Этот шаблон договора купли-продажи, который вы в Росреестр отдадите на регистрацию, он должен отражать ваши интересы. Например, вы как покупатель обратились в компанию. Очень важно некоторые пункты правильно проверить. Есть ситуации, когда кое-какой документ не нужен для регистрации. Но, в принципе, для вашего спокойствия он очень важен. Например, согласие бывшего супруга-продавца. Регистрация пройдет без этого документа очень часто. Но потом могут быть судебные разбирательства. Поэтому тут тоже есть важнейший момент. И, друзья, скажу вам такую вещь. Коммунальные из-за них очень часто. И передача сама квартиры с телевизором. Без телевизора она продавалась. С мебелью, без мебели. Они очень часто потом приводят к таким ситуациям. Я их видел часто. Спорные. Люди пришли, а там нет телевизора. Говорят, ну вам этот обещали отдать. А этот-то я же вам говорил, что нет. Соответственно, надо было все это документировать правильно. Акты передавать. И с коммуналкой. Показания счетчиков и передаточный акт важнейшее дело. Так, давайте еще раз смотреть. Вот я продаю квартиру. Да. Я и телевизор там указал. И все указал. И у меня по документам вроде бы все хорошо. А как мне выявить ту цену, которая будет максимальной? Потому что я же в этом рынке не разбираюсь. Я просто владелец имущества. Отличный вопрос. Потому что люди действительно очень часто назвали цену, договорились между собой. А высокая эта цена, очень высокая или маленькая, выигрывает покупатель или наоборот проигрывает, или продавец. Это важнейший вопрос. В принципе, если вы обращаетесь в компанию, которая совершает сделки каждый день, то вам там сам порядок цены скажут. И скажут, да, примерно верно. Подтвердят. То есть покупатель с продавцом могут задать такой вопрос. Либо просто покупатель. У нас бывает ситуация, например, что музыку закажут покупатели, а бывает, что продавец. А бывает, что обе стороны вместе. Вот. И есть, конечно, более точный метод определения цены. Я, кстати, обращаю внимание, что сам порядок цены вам риелторская компания подскажет. Но как определить? Вот 4,700 это стоит или 4,820? Несмотря с какой-то стороны. Если ты продавец, то 4,800. Если ты покупатель, то 4,700. Да, вот правильная логика. То есть эта вещь немного виртуальная. Но ее всегда можно приземлить, если мы эту квартиру с серьезным агентством выставим в рекламу, потратим немного денег и порекламируем ее. То есть экспериментальным путем мы увидим, как покупательский спрос реагирует. И точно будет понятно, что при цене 4,800 очень активно идут просмотры. Но это уже, если так, более точно. Именно поэтому бывают ситуации, когда разумно повыставлять немного и получить отклик от спроса. Это тоже вполне разумный рецепт. Я вас понял. Я выставляю за 4,800. Неважно, сколько она метров. Не переключайтесь ни в коем случае. Сейчас будет еще полезная информация. Ну что, друзья, пришла пора сказать, куда, наверное, вам надо обращаться. За вопросами, за разъяснениями. Обращаться я вам рекомендую в агентство «Недвижимость Идеал». Мы работаем на рынке уже 28 лет. И сегодня мы говорили про юридическое сопровождение. И я вам обращаю ваше внимание на то, что мы признаны в этом году лучшей риелторской компанией по юридическому сопровождению сделок на рынке недвижимости России. Так что обращайтесь в агентство «Недвижимость Идеал». Телефон 22-22-181. Работаем без выходных в будни до 9 вечера. В 9 утра уже открываемся, так что скоро можете начинать звонить. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. У нас в гостях был генеральный директор агентства «Недвижимость Идеал» Александр Дмитриев. Спасибо.